Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе послания апостола Павла к филиппийцам. В конце первой главы апостол призывал своих читателей стоять в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И насколько можно судить по содержанию послания, апостолу было известно, что в общине в филиппах происходили не то, чтобы, может быть, какие-то масштабные нестроения, но во всяком случае не все были друг с другом вполне согласны. Тема вот такого внутреннего разделения, тема единства, христиан друг с другом была для апостола важна, и она была важна для филиппийской общины. Там не все было ладно. Поэтому, продолжая сказанное в первой главе, здесь апостол говорит, если есть что вообще, что могло бы меня порадовать, если есть вот утешение какое-то во Христе, какая-то отрада любви, общение духа, «дополните мою радость». Это сложная формулировка первого стиха второй главы, в сущности, имеет только один смысл. Если вот что-то есть по-настоящему прекрасное, что было бы утешением, радостью, отрадой, вот дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Это действительно для апостола огромная ценность, может быть, гораздо даже более важная, чем что-нибудь другое в жизни христианских общин, в том числе и общины в Филиппах. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Знаете, как Господь однажды сказал, «Если двое согласятся просить об одном, да оно будет им». Настолько это неочевидная и неавтоматическая, я бы сказал, контрприродная вещь. Мы очень с большим трудом друг с другом соглашаемся. И вот апостол Павел вслед за Христом говорит, «Ну, пожалуйста, постарайтесь, порадуйте меня, имейте одни мысли, одну и ту же любовь друг к другу. Будьте единодушны и единомысленны». Это единство при всей, по-видимому, внешней скромности и малости филиппийской или любой другой христианской общины. Это та ценность, которую имеет смысл беречь всеми силами, которые нужно дорожить. Но дальше апостол говорит, как бы это можно выразиться, конкретности, конкретные детали, как же этой единой любви друг к другу, этого единодушия достичь. И начинает он с того, что ничего не делайте по любопрению и тщеславию, что само по себе уже является важным и ценным указанием. Но по смиренно-мудрю почитайте один другого в высшем себя. «Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугой», говорит Господь Иисус. Павел высказывает ту же самую мысль, может быть, иной формулировки, но мысль, безусловно, ту же самую. «Каждый почитайте один другого в высшем себя». Вот Господь говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними. И апостол говорит, не надо считать себя выше других, не надо превозноситься. А по смиренно-мудрю он предлагает осознанно, целенаправленно, если хотите, почитать один другого в высшем себя. Надо сказать, что эти слова звучат в обществе, где, ну, в общем, стремление к почету, к тому, что христиане первого столетия называли помпо-диаболе, дьявольская помпезность. Стремление это развито точно так же, как и сейчас, если не еще больше. Понимаете, если бы у них была такая техническая возможность, они бы тоже лозунги вывешивали на улицах. Слава великому римскому народу, строителю феодализма. Или что-нибудь еще, типа, там, мы, Рим, единственная сверхдержава. Император требовал, чтобы, когда он появляется на улице, все останавливались, вставали на колени, аплодировали. И так далее, и тому подобное. И это вот страсть к почету, к экскортам мотоциклистов, как это выглядит теперь, а тогда это были кавалерийские экскорты. Да, вот это все идет оттуда, из этого общества. Оно в этот момент уже, как сказать, забыла о первоначальной древней простоте и прониклась такой вот из Персии, в сущности, вывезенной помпезностью сатрапов. Понимаете? И вот в этом обществе Павел говорит о том, что не надо считать себя выше других, а надо наоборот, каждый почитать другого выше себя. И это настолько противоречит общепринятому социальному стереотипу, что просто удивительно. Да, и это врезается в память, и, конечно, это действительно очень важная вещь. И еще он добавляет не о себе, только каждый заботится, но каждый и о других, предлагая не только, так сказать, не мерится авторитетом и почетом, но и в действиях своих воплощать тот же самый принцип. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. И тоже это ведь на самом деле ужасно серьезная вещь. Понимаете? В том, как устроена человеческая жизнь, в современном обществе, очень видны, вот я бы сказал, признаки солипсизма. Как выражается Господь через пророка Исаию, вы живете так, как будто вы одни поселены на этой земле, так что другим не остается места. Вот дать место другому, дать место другому, ограничить то пространство, которое ты пытаешься занять, это совершенно невозможно для современных людей вообще, и в нашей стране в том числе. Понимаете, это проявляется в самых разных вещах, и в экологических проблемах, о которых мы вообще, главным образом, не думаем, и в отношениях социальных. Ну вот, апостол Павел предлагает своим читателям читателям заботиться не только о себе, но и о других. Видеть этих других людей, помнить о том, что у них тоже есть жизнь, есть нужды, и трудиться ради того, чтобы созидать эту любовь друг к другу. Это чрезвычайно, повторяю, практическая вещь в нашей каждодневной жизни. Дальше с пятого по одиннадцатой стихи следует отрывок, который мы привыкли слушать за богослужением в богородичные праздники, хотя, по сути, конечно, он о другом. Апостол Павел, вот развивая эту свою мысль, о том, что нужно почитать один другого высшим себя и заботиться не о себе только на каждой, а о других, вот он говорит дальше следующее. «Вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». Ну, вот так он призывает своего читателя видеть мир, видеть людей так, как Христос видит нас. И тоже это, как вы понимаете, продолжение всего разговора апостола о центральности фигуры и личности Господа Иисуса Христа. Какие же именно чувствования, что апостол Павел хочет об Иисусе рассказать? Он говорит, что, будучи образом Божьим, он считал себя вправе быть равным Богу. Это выражение в нашем синодальном переводе не почитал хищением, передает славянское не хищением, не пщева, а смысл его вот именно в этом. Не видел ничего чрезмерного в том, чтобы считать себя равным Богу. Будучи образом Божиим, то есть Павел говорит, Иисус действительно образ Божий. В отличие, может быть, от нас всех, которые призваны быть образом подобием Божьим, но не сказать, чтобы очень удачно откликались на это призвание. Иисус действительно образ Божий, и он по праву, пишет апостол Павел, равен Богу. Но уничижил себя, приняв образ раба. По виду, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Павел говорит вот об этом умолении, уничижении, которое кажется несовместимым, противоречащим божественной природе, божественной полноте Иисуса Христа, его равенству Отцу. Тем не менее апостол говорит о том, что Бог стал человеком, и для Бога это огромное умоление, огромное умоление, на которое Бог идет ради того, чтобы быть с нами и спасти нас. Как Павел пишет, «Он смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной». Таким образом, он предлагает своему читателю увидеть Иисуса Христа, идущим этим путем умоления, путем крестной смерти. Он только что говорил, что вот центр нашей жизни, вот ради чего, собственно, все ради того, чтобы узнать Иисуса. Что же именно узнать, вот то, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти. И дальше апостол провозглашает величие Сына Божьего, умершего на кресте и воскресшего. Посему Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени. Некоторые исследователи новозаветных текстов полагают, что в данном месте апостол цитирует не дошедший до нас, не сохранившийся литургический, богослужебный гимн. То есть это не совсем стихотворный текст, принадлежащий Павлу, а скорее известный и ему, и филиппийским христианам хвалебный гимн, который говорит о том, что Бог превознес Иисуса и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена. Снова он возвращается к тому, что сам для себя считает самым важным. Бог поставил Иисуса через его умоление, через его крестную смерть, поставил его в этом мире выше всего. Что это на практике значит? Это значит, что по-настоящему важным в мире, в том, как он устроен, в жизни, в людях, в отношениях людей с Богом является не что-нибудь другое, а именно вот это смирение, самоумоление, которое мы видим в Иисусе Христе. Как преломить это в своей собственной биографии? Что это будет означать для тебя, когда ты попробуешь поискать этот путь за Христом, смирившим себя, быв послушным даже до крестной смерти? Это уже задача познания Бога для каждого конкретного человека. Но Павлу важно указать, что именно перед Иисусом преклоняется всякое колено земных и преисподних. И вот в 11 стихе он говорит, что все это Бог соделал, чтобы всякий язык исповедовал, всякий народ, собственно говоря, на речи исповедовало, что Господь Иисус, Христос в славу Бога Отца. И здесь тоже в нашем синодальном переводе, хоть он вроде бы и достаточно адекватный, но с грамматической точки зрения непонятно, что имеется в виду и что требуется исповедовать. Апостол Павел говорит о том, что нужно, таков замысел Божий, для того Иисус умер на кресте и воскрес, чтобы всякое наречие человеческое, всякий народ исповедовал, то есть принял, признал, согласился с тем, что вот именно этот самый Иисус, который умер на кресте, и есть Христос, пришедший в славу Бога Отца. Именно он и есть господин мира, господин людей. Не что-то другое, не абстрактные какие-то принципы, идеи, или не какие-нибудь еще сущности, но вот именно Иисус, сей Иисус и есть Христос в славу Бога Отца. Значит, именно в нем слава Отца Небесного явлена людям, которые верят Иисусу и ищут Бога на его путях. И снова возвращаясь к тому, что он уже говорил в первой главе, апостол пишет, «Возлюбленные мои, и раньше вы так делали, и сейчас, когда меня с вами нету, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Собственно, совершать спасение означает для апостола Павла идти за Иисусом, смирившим себя даже до крестной смерти. Вот это не новая какая-то, идея в его тексте, а это продолжение предыдущего. «По смирению почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Исповедайте, что именно Иисус есть тот царь, который явил нам власть, волю и сияние Отца Небесного». Вот это и называется со страхом и трепетом «Совершайте свое спасение». Там дело не в том, что необходимо, или Павел считает правильным и нужным относиться к Богу с опаской, потому что как раз Бог-то единственный, кого бояться не следует. Это Он производит в вас, пишут апостолы, хотение и действие. Но важно, чтобы вот это выше им изложенное, действительно люди пытались реализовать в своей жизни. И поэтому Он продолжает снова этот разговор о том, что же это значит совершать свое спасение со страхом и трепетом. Вот Он говорит, «Все делайте без ропота и сомнения». Без ропота и сомнения. И мне кажется, что христианам вообще и сегодня в частности очень важно задумываться о том, как ли относятся к нам эти слова. Понимаете? Потому что ропот, конечно, сопровождает нас всю дорогу. И мы настолько к этому привыкли, что даже не замечаем этого. То нам погода недостаточно хорошая, то экономика недостаточно быстро растет, то что угодно. или там отношения с людьми недостаточно такие, как нам бы хотелось. Вот даже собой мы бываем недовольны в жанре ропота, хотя это никогда не ведет ни к покаянию, ни к изменению. Вот это важная вещь, важное слово, важная тема. избавляться от ропота. Это действительно призвание для христиан на каждый день. И дальше апостол Павел говорит такую вещь тоже странную. Делаете все без ропота и сомнения. И сомнения. На самом деле, понимаете, может быть, речь идет о том, что мы призваны быть цельными личностями, у которых да-да и нет-нет, как Господь в Евангелии выражается, а не колеблющимися, двоящимися душами, которые никогда ни в чем не уверены. Понимаете, вот такая, как Павел в другом месте пишет, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Он это пишет в послании к римлянам. Он предлагает нам действительно доверять тому, что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И со страхом и трепетом, конечно, потому что, знаете, тоже люди часто уверены, что Бог нами движет, и наши войны благословенные, священные, прочее, прочее, прочее. И то, как мы ненавидим каких-нибудь плохих, это тоже, значит, все божественное. Нет, ничего подобного. Павел говорит о страхе и трепете, о необходимости проверять себя наличием любви. Есть ли в тебе, в твоих действиях любовь, почитаешь ли ты другого, вышшим себя, но если вот, да, если ты понимаешь, что таково твое призвание от Бога, делайте это без робота и сомнения. Потому что вы, говорит апостол, содержите слово жизни, содержите в себе слово жизни, сияете, как светило в мире. Ну и кроме того, в общем, продолжая эту тему о том, что значит делать все без робота и сомнения, он говорит, ну, понимаете, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Он в данном месте послание рекомендует филиппийцам Тимофея, которого собираются послать к ним Филиппы, вот, говорит о том, что вот Тимофей очень усерден и он искренне будет заботиться и о Павле он заботился, и о вас будет заботиться, потому что, говорит апостол с некоторой горечью, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна. Вот, хоть и повторяю это частное замечание, относящееся к вполне конкретному человеку Тимофею, но нам важно обратить внимание на эти слова Павла, чтобы себя тоже проверить, что, чего ты ищешь, своего или того, что угодно Иисусу Христу. Ну и точно так же апостол говорит о том, что счел нужным послать Филиппы, еще одного своего сотрудника из Подвижника, Ипофродита, который помогал апостолу в трудные времена, путешествуя под арестом, когда апостол находился в тюрьме, и вот, говоря о нем примерно то же, что и о Тимофее, он говорит, примите его в Господе со всякой радостью и таких имейте в уважении. Каких таких? Вот тех, кто действительно ищет того, что угодно Иисусу Христу.